Первый общеобластной выпускной вечер прошел на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Одинцовском районе. Праздник собрал 28 тысяч выпускников, их учителей и родителей. Вернулась в школьные годы и наш корреспондент Юлия Смогринская. Половина из 430 лобнинских выпускников отправились на это грандиозное мероприятие. Школьников провожали возле здания администрации. Перед поездкой был проведен инструктаж. Просто у меня каждый день хорошее настроение. Но сегодня чуть-чуть побольше. Скажи, а ты чувствуешь, что наконец-то поступил этот момент, когда ты переходишь в возрастную жизнь. Тебе страшно, Мария Сашка? Ну, это называется выходить из зоны комфорта, потому что мы все привыкли в школу ходить. За 11 лет это привыкаем. Сейчас новая жизнь, новые порядки. Ну, немножко страшно, так нет. Путь до парка «Патриот» для выпускников лобнинских школ был неблизкий, но благодаря комфортабельным автобусам путешествие ничего не омрачало. После прибытия в парк «Патриот» красивые и нарядные выпускники 2017 дружно прошли по красной ковровой дорожке навстречу взрослой жизни. Лобнинцы гордо несли в руках флаги с символикой лобни. Возглавили колонну выпускников глава города Евгений Смышляев и начальник управления образования Владимир Зиновьев. Наша делегация прибыла на праздник прямо к выступлению губернатора Андрея Воробьева, который дал официальный старт выпускному. Он поздравил талантливых выпускников подмосковных школ и пожелал успехов во взрослой жизни. Далее в режиме музыкального марафона на сцене проходила развлекательная программа от ведущих Дмитрия Губерниева и Ирины Слуцкой. Были оборудованы площадки для селфи-зоны отдыха и питания. Взлететь вместе со всеми не смогли третья, пятая и десятая школы Лобни, потому что их выпускные школьные баллы также выпали на 24 июня. Что касается выпускных экзаменов, то в этом году они прошли без нарушений. Сдача ЕГЭ прошла в штатном режиме, нарушений не было. Была комплексная проверка Министерства образования Московской области, которая не выявила ни одного нарушения. Результаты ждем итоговые протоколы и посмотрим. Но в принципе средний балл проходной по Лобнинской системе образования, он по многим параметрам выше, чем даже областной. А какие помимо основных предметов в основном сдавали в этом году? В этом году кроме русского языка и математики в основном сдавали истории и общество знаний. А как вы считаете, почему именно такой вот? Ну, большая часть выпускников этого года почему-то позиционирует себя будущими юристами, будущими экономистами, будущими журналистами и люди, связанные с гуманитарными науками. А сегодняшнее мероприятие, как вы оцените готовность к нему? Готовность стопроцентная. Выпускники едут с большим желанием. Мы сегодня везем 172 выпускника. Поскольку вторую половину учащихся мы не можем пригласить, у них сегодня в рамках нашего муниципалитета свои мероприятия, которые были означены ранее и которые будут проводиться сегодня вечером. Концертная программа стартовала с видеопролога «Время первых». Участники концерта выбирались, исходя из интересов выпускников. Ими стали группа МАМ, Миша Марвин, певица Маша и Кристина Си. Бурными аплодисментами встретили выступления певца Мото и Егора Крида. Хедлайнером концерта стал рэпер Бастер. Недаром один из девизов главного выпускного Московской области «Взлетай». Самый разгар праздничного концерта в небо над парком «Патриот» поднялся, пусть не совсем настоящий, но все-таки космонавт. Он стал символом дальнейших побед и совершений ребят, которые сегодня навсегда попрощались со школой. Праздничный концерт завершился красочным салютом. Все приехавшие в парк школьники получили в подарок очень красивые и символичные памятные значки в виде крыла с надписью «Московская область» и указанием года выпуска. Выпускники смогут хранить эти значки как свой аттестат. Школьные годы остались позади. Для вчерашних школьников наступает взрослая жизнь, не всегда простая. На их пути может стать немало препятствий и сложностей, но будем надеяться, что вера в себя, целеустремленность, упорство и трудолюбие помогут ребятам найти себя в жизни. Юлия Смогринская, Алексей Бойко, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня».